Сегодня у нас вот такая закупка была в магазине. Стараемся брать все по минимуму, но меньше чем на 100 долларов как-то не получается. Что купили? Сейчас сначала расскажу, потом покажу чек. Ёршик. Вот обычный ёршик. Сколько он у нас может стоить в Москве? Даже я не представляю, 300 или уже сейчас 500 рублей. Не знаю. Так, хлеб. Вот такой сыр. Но вот этот сыр, его выгоднее брать. Вот видите, здесь 100 слайсов, чем вот маленькие такие сырочки. Вот это выгоднее брать. Так, йогурт. Йогурт. Вот такой, со всякими тут злаками. Тут 4 йогурта. Яйца. Десяток яиц. Асольки смесь. Троечку. Вот такой пульверизатор. И одеялко для осоли. Вот так, чтобы она ползала. Вот сейчас все, посмотрим, сколько это стоит. Двидесят. Вот он, этот коврик. Какой коврик. Он, конечно, мне кажется, вот узковатый, да? Сколько он поширеннее? Наверное, метр двадцать с чем-нибудь. Могли бы его чуть-чуть сделать бы и пошире. Двидесят. Ну, давай, ползай. Ну, конечно. С пола-то все по-другому смотрится. Снизу-то, да? Да? Ну, Золька, не поймешь ничего? Иди к маме. Иди, моя платка. Вот такой коврик купили. Я, по-моему, не называла памперсы для Асольки. В этот раз взяли троечку. Здесь их побольше, шестьдесят шесть штук. А четверка, там идет сорок восемь памперсов. Четверка, она как трусики тут такие, трусики. Но я заметила, что Асолька, она как-то немножко изменилась. То она была такой колобочек или квадратик. Даже не знаю, как сказать, кубышечка. И троечка вот эта, ей была мала, туго. А сейчас она растет, как-то вытягивается, приобретает такие формы уже человечек к человечкам. Вот. И ей опять троечка подошла. То есть, вот как-то у нее уменьшилась талия, животик. И вот сейчас мы опять используем троечку. Но четверку я все-таки оставляю на ночь. Потому что она посвободнее, там на животик не давит резинка. И, в общем-то, спит она в четверочке девчачьей такой. Вот. Вот все это добро стоило почти 121 долларов. Ну, я скажу, что это очень дорого на самом деле. Где тут что, я не знаю. Сейчас распишем. Тоже мне само интересно. Ну, вообще-то, вот такая небольшая кучечка еды. Или даже не еды. Не знаю. Памперсы, что здесь. Ёршик, это вообще-то брызгалка. Но молоко. Не знаю. Йогурт. Ну, сейчас посмотрим, сколько стоит. В общем-то, стоим 21 доллар. Это много. Это 7 тысяч с лишним. Представляете? Даже больше. Вот. Если на рубли переводить. И про яйца я сказала вам неправильно. Здесь 15 штук. А не десяток. Мне показалось, что такая маленькая коробочка, что здесь 10 штук. А нет. 15 штук. И когда я с помощью словаря перевела что-то написано, там было написано счастливая жизнь какая-то. Счастливая жизнь. Яйцо счастливая жизнь. В общем, такой, если дословный перевод. Давайте посмотрим чек. Одеяло детское. Стоит 39,90. Памперсы. 66 штук. 29,800. Вот этот сыр стоит 15,540. Молоко. Асолькино. Стоит 16 тысяч. Значит, был кофе еще. Одну тысячу. Это зять выпил. Ну, там маленькая такая бутылочка. Так, ёршик стоил 3 тысячи. Ну, вон. Это значит 3 доллара. Это, грубо говоря. Смотрите, если доллар сейчас 72 где-то умножить на 3. Ну, 210-216. Получается, рублей вот этот ёршик стоит. Если я не ошибаюсь, да? Сколько он в Москве в рублях, как интересно даже сравнить, кто бы купал недавно. Так. Хлеб 2480. Йогурт 4980. Вот я сказала, что здесь 4 штуки. Значит, вот одна штука стоит доллар. Ну, доллар там 200, да? Это, грубо говоря, ну, 720, что ли, получается, рубль. 72 рубля это доллар. Плюс еще там чего-то. Ну, в общем, где-то около 100 рублей. Сколько вот один йогурт у нас стоит, я не знаю. 2000 это вот эта вот брызгалка. Ну, где-то там получается, там, грубо, 150 рублей. И яйца 15 штук, 5,980. Ну, если округлить, то 6 долларов стоит 15 штук яиц. Вот и считайте. Что-то вроде все понемножку, понемножку. А все вместе получилось почти 121 тысяча фон. Вот его как. Вот такие продукты мы сегодня с вами посмотрели. Ну, вот такие дела. Всем пока-пока, до новых встреч!